Здравствуйте, в студии Вадислав Юрицын и у нас очередной выпуск Восточного Ревью с востоковедом Александром Князевым. Добрый день. Здравствуйте. Ну, на прошедшей неделе, скажем так, теракты явление перманентное на Большом Ближнем Востоке, но вот последний в Пакистане очень мощный, 63 человека погибших. И два теракта в Афганистане. Один против консульства Германии в Мазари-Шарифе, второй против базы США в Багране. Вот это месседж кому? Это разные организации этим занимаются или это какой-то единый процесс? Ну, надо отметить, важно отметить, что одним из результатов, промежуточных результатов тех терактов, которые произошли в Афганистане, а здесь сразу проявляется признак, они направлены против иностранных представителей, да, военная база США, консульство Германии, посольство США объявило о закрытии посольства в Кабуле на время в связи с вопросами безопасности посольства. То есть, вот поэтому, по этой реакции можно судить, что этот, как бы, месседж вроде бы направлен для американцев, прежде всего. Но, что касается терактов в Мавзолее Шах-Нур-Ани в Пакистане, это в Южном Белуджистане, недалеко от города Карачи, то ответственность за него взяла на себя небезызвестное, запрещенное в разных странах, исламское государство. Что, конечно же, не означает, что реально оно силами этого движения, этой организации и было осуществлено. Я думаю, что все эти месседжи в большей степени направлены на тем странам, которые пытаются усилить свое влияние в Афганистане, вопреки, прежде всего, американскому, это, прежде всего, касается Китая. Вот, и что касается в Пакистане, то это прямо направлено против китайских интересов, поскольку через территорию Белуджистана проходит пакистанско-китайский экономический коридор. Карачи — это один из портов, который завязан на вот эту сеть китайских коммуникаций, известный «Новый шелковый путь», экономический поезд «Нового шелкового пути». Вот, и Белуджистан — это та территория, дестабилизация которой, она будет в любом случае противостоять, прежде всего, интересам Китая, экономическим интересам Китая. И важно еще отметить, что вот теракт, произошедший в Пакистане, он отличается своей религиозной составляющей. То есть теракт произошел в месте, который является священным для мусульман-сунитов, почему здесь нет какого-то межконфессионального разлада, и является местом совершения паломничества, и практически все погибшие и пострадавшие во время теракта — это паломники, и женщины, и дети, и старики среди них. То есть это разжигание вот этого религиозного фанатизма в качестве реакции, поскольку пакистанские Белуджи являются одним из важных инструментов противостояния Китаю. Поэтому месседжи все-таки для Китая. А, скажем так, в свете атаки на базу США в Афганистане, в Баграме, вообще, насколько часто такие атаки в последнее время происходят, и кто их в основном инициирует? Ну и давненько уже не было, но я не исключаю, что какие-то из них могут иметь и постановочный характер. Я совершенно этого не исключаю. Но в любом случае в Афганистане за ответственность за теракты, если говорить о публичной стороне, и за теракты в отношении консульства Германии Мазари-Шерифи, и на базе Баграм взяли на себя, взяло на себя движение Талибан. Там речь об исламском государстве не идет в публичной сфере. Это может быть проявлением активности Талибана, ну в частности, вот то руководство Талибана, которое пришло к власти несколько месяцев назад, Мула Ахунзад. Ему нужна легитимизация в глазах сообщников, для консолидации сообщников. Нужны какие-то яркие показательные действия. А вывод иностранных войск, западных в первую очередь войск, из Афганистана является одним из, остается одним из лозунгов движения Талибан. Поэтому теракт в отношении какого-то военного объекта, без особых потерь на самом деле, американского, это такое хорошее имиджевое мероприятие с точки зрения утверждения руководства Талибана внутри этого движения. А это можно рассматривать как своего рода посылка Дональду Трампу в свете того, что он уже становится президентом, что надо как-то решать афганские вопросы? Сомнительно, поскольку слово «Афганистан» в предвыборных речах Трампа практически отсутствовало. А вот из нашей сферы, Большого Ближнего Востока, название каких государств он употреблял в своей предвыборной кампании и по поводу чего у него есть свои планы? Китай. В частности, по Китаю Трамп неоднократно высказывал мнение, что создаваемое американцами азиатско-тихоокеанское партнерство, оно невыгодно для США, которое считается антикитайски направленным. И нужны более жесткие проекты, направленные на противостояние влиянию Китая в этом регионе. Другая сторона — это Иран. Трамп тоже неоднократно говорил о том, что то соглашение, которое ярко пиарилось везде, о котором мы неоднократно говорили по иранской ядерной программе, подписанной в прошлом году, оно не соответствует интересам США. Я думаю, что сейчас из рукава Трампа будет изъято в какой-то момент, заготовленная давным, давно, кстати, еще демократическая команда, не республиканцами, программа санкций в отношении Ирана по иранской ракетной, например, программе. Я этого тоже не исключаю. Но в целом нужно отметить, что общие какие-то контуры внешней политики Трампа можно обозначать пока только очень условно. Я, например, абсолютно не разделяю и очень скептично смотрю на некоторые такие оптимистичные заявления российских, особенно экспертов, наблюдателей, журналистов по поводу того, что Трамп наш, и у нас сейчас все будет с ним хорошо. Я думаю, что глобально, если взять, то выстраивать отношения с Трампом сейчас будет на большой период гораздо труднее. Хоть к кому, кстати, это не то, как Россия относится, будет гораздо труднее, чем это было бы с приходом к власти демократов. Поскольку программа демократов, она существует, внешнеполитическая, она известна. Она обкатана на практике. Она относительно предсказуема, в какой-то необходимой степени. И в конце концов она реализуется сторонниками демократов. Вот сейчас к власти приходит республиканская администрация. Во-первых, все известные кандидаты на пост госсекретаря, на днях это решится, видимо, вопрос, но все известные кандидаты на пост госсекретаря это крайне антироссийские, антикитайские, антииранские, антиевразийские, можно сказать, такие фигуры. Все они этим известны. Вот одним, например, из кандидатов, и это связано, кстати, с афганской тематикой, хотя не думаешь совсем прямо, скорее всего косвенно, одним из кандидатов называется, например, Залмай Халилзад. Это бывший посол США в Афганистане при первой администрации Корзая. Он этнический афганец из так называемой Берудской банды. Это большая группа афганской элиты, к которой к этой же банде относятся и действующий президент Афганистана Ашраф Гани, которые обучались в Берудском университете на американские гаранты, затем работали в различных контролируемых американцами международных организациях. Это такие хорошие исполнители именно республиканской, американской администрации. Вот он рассматривается одним из госсекретарей. Это будет означать резкое обострение отношений с Россией по ряду позиций. Это будет означать резкое давление на страны, действующие так или иначе в связке в своей внешней политике, в экономике, с Россией, имеется в виду и в Российский союз, в отношении Ирана то же самое, по украинской проблеме, по афганской проблематике и так далее. Потом важен еще один из принципов избирательной программы Трампа. Это доктрина Монро, но только подработанная, корректированная под нынешние условия. Это уход от глобализации в ее абстрактном виде. Это экономия средств за пределами страны. Изоляционизм, но определенный. И это максимум акцентов во всем, что касается ресурсов, на развитие внутри страны. На модернизацию экономики, на модернизацию финансовой системы американской и так далее. На повышение социального уровня внутри Америки. Что это может означать? Скажем так, если расслабившиеся в условиях наличия ресурсов демократы, сидящие в посольствах США, например, в Бишкеке или в Душанбе, они могли бы позволить себе и дальше работать методами мягкой силы, тратя деньги на развитие местных НПО, закладывая фундаменты на будущее и так далее, чем они, собственно, занимались в последние десятилетия, то представители новой администрации, пришедшие в силу необходимости экономии средств, имея уже заложенный фундамент в этих республиках, они могут просто пойти на какие-то механизмы прямой дестабилизации в целях пресечения влияния того же Китая или России или еще кого-то. Нет, тогда вопрос, а зачем американцам дестабилизация в других частях света, ведь в этом случае из альцизма не получится, большими проблемами придется заниматься потоки беженцев и все такое? Ну, Америка – это ведь остров, поэтому для Америки потоки беженцев из азиатских стран, они, ну, никак ей особо не грозят, это очень легко пресечь. Это головная боль Европы. Это головная боль Европы, это головная боль России, это проблемы для Китая. А зачем дестабилизация? Это очень просто, это ослабление глобальных конкурентов, это недопущение усиления дальнейшего влияния Китая, это ограничение попыток России вернуть себе прежнее влияние, это недопущение консолидации Европы в единый какой-то глобальный центр и дальнейшая фрагментация исламских стран, потому что все, что происходит в исламском мире последние несколько десятилетий, это как раз действия, направленные на распчленение исламского мира, недопущение его единства и превращение в какой-то общий центр в экономике, прежде всего, и в мировой политике. А скажем, например, по отношению к Ирану, понятно, там какие-то козырь в рукаве в связи с ракетной программой, а вот отношение к арабам, ну то есть Алжир, Ливия, Египет, Сирия, там Судовская Аравия, там Трамп какие-то флажки расставил, что он хочет, чего не хочет? Флажки он особо не расставлял, но я думаю, здесь можно поразмышлять по аналогии с его позицией по отношению к Европе. Вот в отношении Европы, скажем, есть четкая установка, которая уже вызвала, кстати, реакции европейских политиков, это перекладывание финансирования структур НАТО в Европе на плечи самих европейских стран. Сегодня в этом финансировании доминирует доля Соединенных Штатов Америки. Европейские политики уже выразили сомнение, что вряд ли в целом в таких масштабах необходимых европейские страны потянут такой уровень расходов, а это будет означать снижение безопасности для Европы, а значит для США. А вот здесь кроется ошибка, потому что ослабление безопасности для Европы вовсе не означает снижение уровня безопасности для США. США, повторюсь еще раз, это остров. То есть тогда можно сказать, что политика Трампа на Большом Ближнем Востоке, она на данный момент не прописана, мало предсказуема и только единственное, что такие симптомы, которые имеются, они на, скажем так, на обострение, на ужесточение противостояния с конкурентами. Я думаю, что да, и вот наибольшую беспокойность в этом вызывает существующая сегодня непредсказуемость этой политики. Непредсказуемость политики и отсутствие, пока что, по крайней мере, отсутствие видимых конструкторов этой политики. Кто будет заниматься в команде Трампа, внешней политикой пока абсолютно не ясно, при том, что абсолютно ясно, что сам он в ней специалистом абсолютно не является. Ну, любого короля, как известно, делают же команды, да? Вот кто будет в этой команде внешнеполитической, там много кандидатур, скажем, лоббисты, систем ПРО, например, прежних лет намечаются среди кандидатов и так далее. Вот это очень важный вопрос, потому что предсказуемость политики все-таки важнее. Важнее откровенный противник, оппонент, конкурент, понятный и предсказуемый, нежели блистающий какой-то дружелюбной риторикой, но абсолютно непредсказуемый партнер, от которого можно ожидать всего чего угодно. Ну, будем ожидать. Большое спасибо, на все это достаточно. У нас в гостях был Александр Князев. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok